Всем привет. В этом видео мы обратим внимание на интересные факты украинского этноса. А точнее их предков. Сам я постараюсь не делать никаких выводов. А вы сами для себя, попробуйте ответить на вопрос. А можно ли украинцев считать славянами? После тех фактов, которые будут перечислены, в этом видео. Забегая вперед, хочу сказать, что перечислять я буду, только те факты, которые каждый из вас очень легко сможет проверить. В том числе я буду цитировать многих уважаемых ученых и историков, которые в первую очередь уважаемы в самой Украине, в том числе и цитаты из исторических летописей. Ну что же, давайте начнем. Один из уважаемых на Украине историков, Тюндешев, Геннадий Александрович, в своей работе, писал, что тюрки являются основателями Киевской Руси. Не буду пересказывать содержимое этой гениальной книги, название говорит само за себя. Ну а мы продолжим, с периода, относящегося к Дардынскому. Так как именно в те славные летописные времена, ковался кривой етаган будущего украинского улуса. И первым фактом будет Ахмат Бен Куя, хазарский вазир и основатель Киева. По крайней мере, именно так считал украинско-американский, историк-востоковед, профессор, Гарвардского университета, директор, Гарвардского института украинистики и заслуженный член, Национальной академии наук Украины, Амельян Иосифович Прицак. А кто мы такие, чтобы подвергать сомнению его непререкаемый авторитет в вопросах украинства? Выводы профессора Гарвардского университета. Мы можем подкрепить, авторитетным мнением, другого профессора, антрополога Алексеевой. Которая отмечала, что киевские поляне, выделяются среди остальных восточных славян, наибольшим ослаблением европеоидных черт, и она даже сомневалась в их славянской принадлежности. И поэтому нас ни в коем случае, не должна удивлять, информация о киевской земле, арабского географа, Мухаммада Аэл Идриси, жившего в первой половине 12 века, который в своей книге «Развлечения страстно желающего, странствовать по землям», написал о трех видах Руси, из которых одна, а именно Русь киевская, это Русь тюркская. Послушайте сами, как он описывает, тюркскую Русь, со столицей в Куябе. Цитирую. Кукеяна это город тюрок, именуемых Руса, Русов три вида. Один вид их называется Раваз, и царь их живет в городе Кукеяна. Другой их вид называется Аэславия, и их царь живет в городе Слав, этот город на вершине горы. Третий вид называется Аэл Арсания, и царь его пребывает в городе Арсания. Да и в целом, это общеизвестный факт, что на территории Украины, жили сплошные тюркские племена. Такие тюркские племена, как Тарки, Печенеги, Бериндеи и Половцы, по праву могут назвать Украину, своей родиной. Но, а летописное выражение «вся русская земля» и «черные кабулки», является чрезвычайно устойчивым для реалий 12 века. И где все эти тюрки? Получается они просто исчезли? Разве может быть такое, чтобы бесследно, исчезали, целые народы? А может они попросту переименовались? Будет интересно услышать ваше мнение в комментариях. Ну а мы продолжаем. А вот так описывает, тюркский город Куяба, другой путешественник 12 века, Аль Гарнати, в своей книге, ясное изложение, некоторых чудес, Магриба, 1150 года. Цитирую. «И прибыл я в город славян, который называют, город Куяв. А в нем тысячи, Магрибов. По виду тюрков, говорящих на тюркском языке, и стрелы мечущих, как тюрки. И известны они в этой стране под именем Беджнак. И встретил я человека из Багдада, которого зовут Карим, Ибн, Файрус, Аэл Джоухари. Он был женат на дочери одного из этих мусульман. Я устроил этим мусульманам пятничное моление и научил их хутбе, поскольку они не знали пятничной молитвы. А ведь тысячи украинцев для средневекового Киева. Это очень, очень много, особенно если учитывать, что население Киева, середины 12 века, составляло всего около 10 тысяч человек. И, конечно же, надо правильно понимать, слова Аль Гарнати о городе славян. Несомненно, приезжие славяне в городе тоже были. Не зря же на кладбищах главных городов Среднего Поднепровья. Киеве, Чернигове и Переиславля. По данным краниологии именитого украинского археолога, Рудич Татьяны Александровны, преобладает долихокранный морфотип, характерный для северян, кривичей, дряговичей и родимичей, то есть для людей понаехавших с русского, славянского севера. Летописи также сообщают, что князь Владимир заселял земли Киевщины, славянами, кривичами, вятичами и чудью, видимо не слишком доверяя, тюркским племенам, полянам и прочим мусульманам. Продолжим с турецкой Википедии. В турецкой Википедии, переведенной на русский язык, прямо сказано, что до прихода Руси, в Куябу, а это как минимум до 860 года, территория Украины, была заселена тюрками, и город Куяба, был городом тюркской Хазарии. А ведь Турция, это соседка Украины. И даже когда-то владела, частью украинских земель. Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что турецкие историки, знали о чем говорят. И тут же мы можем снова вспомнить, знаменитую запись, арабского географа, Мухаммада, Айл Идриси, который описывает, три вида Руси. Но уже в 12 веке, где Русь в городе Куяба, относится, к тюркской Руси. То есть, даже в 12 веке, по мнению, этого географа, Киев был по сути, тюркским городом, в котором безусловно были, и славяне, которые приезжали, с севера, с Новгорода, и Ладоги. Также хочется отметить, запись приблизительно, 970 года, другого арабского географа, и путешественника, Абу Исхака, который также описывает, три вида Руси. И по его мнению, самая высшая и главная Русь находилась в Славии, которая отождествляется с эльменскими славянами. А вот так описывает, территорию современной Украины, один из самых почитаемых историков, на Украине, Михаил Грушевский. Он утверждал, что украинская земля, в 12 веке, была заселена, сплошными тюрками. Вот взгляните сами на его цитаты, в книге, очерк истории, украинского народа. Он описывает, территорию Украины, так, цитирую, Киев и Киевская земля, 12 века, быстро приходят в упадок, много причин способствовало этому, тюркская миграция, подорвала благосостояние, полянской земли, за исключением северного уголочка. Она несколько раз, превращалась, в полную пустыню. А вот еще одна цитата Грушевского. Территории вокруг Киева, опустили в 12 и 13 веках, слишком часто разоряемые, кочевниками, и были заселены, в значительной степени тюркскими, военными, колонистами. И если такое пишет, украинский националист, Грушевский, не пренебрегающий прямым подлогом, говоря о неких украинских княжествах, 10 и 11 веках, в то время, когда они все назывались русскими княжествами. То можно представить, что же там творилось, на самом деле. Кстати, Киев, в 10 веке, называли еще одним, тюркским именем. А именно Самватас. Хотя, вполне возможно, так называли одну из крепостей, Куябы. Это зафиксировано, византийским императором, Константином Багринародным. Но однозначно, можно сказать, только то, что слово это, не славянское. А наибольшей популярностью, пользуется версия, что это название, хазарского происхождения. А уже упомянутый ранее, украинский историк, и профессор, Гарвардского университета, Амельян Прицак. Вообще считал, что название Куяба, это не перевод названия Киев, на арабский. А это именно первоначальное название, города, Киев. А вот так, историк, Василий Татищев, писал про первых казаков, на Украине, цитирую. Первые казаки, это сброд, из горских черкес, в курском княжении, а в 14 столетии, они построили, слободу Черкассы. И под защитой, татарских губернаторов, они промышляли воровством, и разбоями. А потом перешли на Днепр, и построили город Черкассы, на Днепре. Историк Каменский, Дмитрий Николаевич, также придерживался, версии, черкесского происхождения, первых казачьих общин, Поднепровье. Начало запорожскому войску, по его мнению, положили именно черкесы. Он указывает на то обстоятельство, что в делах калежского архива, запорожцы, и до ныне фигурируют под именем Черкассы. А вот что писал Гоголь, про Киевщину. Цитирую. Славянские места около Киева, начали пустеть, а между тем по ту сторону Днепра, люднели, разгульные холостяки, они стали похищать, татарских жен, и дочерей, и жениться на них. И от этого смешения, черты лица их, вначале разнохарактерные, получили общую физиогномию, больше азиатскую. И вот составился народ, по вере, и месту жительства, принадлежавший Европе. Но между тем, по образу жизни, обычаям, и костюму, совершенно азиатские. На сходство внешнего облика, украинцев и черкесов обратил внимание, такой крупный украинский этнограф, как Афанасий Шафонский. Он составил в 1786 году, фундаментальное описание украинцев. И вот как он их описывает. Нынешние горские черкесы, по наружному виду лица, одеянию, и по всем ухваткам, и по сей день весьма похоже, на запорожских казаков, которые сейчас все, мало россияне. Но черты и сходство, в антропологическом, и этнографическом облике, украинцев и черкесов, не являются, следствием только ассимиляции последних, а являются, наличием более древнего, тюркского населения, данной территории. Шафонский, также отметил сходство одежды, и головных уборов, украинцев и черкесов. А вот еще одно мнение, украинского историка, этнолога, доктора исторических наук, и признанного, профессора, Сергея Сегеда. Цитирую. По итогам комплексного анализа, установлено, что среди украинцев, в целом преобладает, относительно высокий рост, округлая форма, и по большей части, достаточно темный цвет волос, и глаз. Кроме того, на юге Киевщины, заметна, определенная монголоидная, примесь. Теперь переходим к народному творчеству, эпосам, и внешнему виду, украинцев. И как оказалось, тут тоже сплошные тюркизмы. Есть у украинцев такой музыкальный инструмент, он называется бандура. Это есть не что иное, как тюркский барбет, который от Осман, распространился, во всей Османской империи, и ее пределах, от Балкан до Кавказа. И именно с Кавказа, он уже пришел, вместе с черкесами, на Днебр. А вот еще один интересный факт. Как вы думаете, откуда взялись, украинские мазанки? Ведь восточные славяне, всегда строили, срубные избы из дерева. А дело в том, что украинские мазанки, это традиционное жилье, кавказских черкесов. Вот так выглядят дома черкесов, или адыгов. Можете сами проверить, достаточно вбить в гугл, или яндекс, дома черкесов, или дома адыгов. И сразу же увидите, подобные картинки. Причем подобное жилье, они строили задолго до появления, такого народа, как украинцы. Также некоторые украинцы, искренне верят, что шаровары, это их исконная одежда. Но опять таки нет. Это одежда тюркоязычных народов. Причем шаровары, были задолго до появления украинцев. Вот например, афганский воин, пуштун, в шароварах. А вот еще картинка тюрков, в тех же шароварах. И самое интересное, что на некоторых картинках, их даже можно спутать, с украинскими героями сказок. Поскольку, можно заметить, даже одинаковую форму усов. Тут уже даже трудно понять, кто есть кто. Поэтому я поясню. На картинке справа, вы видите турков, нарисованные самими турками. А слева, украинский казак, нарисованный конечно, самими украинцами. Или вот например, такая картинка, где видно как турок и украинец, в своих национальных одеждах. А русский славянин, сразу выделяется на их фоне. Вот еще интересный момент. Вспомните, кто у русских, любимый персонаж, народных сказок. Например, это такие персонажи, как Алеша Попович, или Добрыня Никитич. Ну а какой же персонаж, почитаем, на Украине. И этот персонаж, Беклербек Мамай. А можно ли имя Беклербек Мамай считать славянским? Впрочем, этот вопрос, риторический. Мамай на Украине, считают национальным героем, легендарной личностью, воплощающей украинский дух и стремление к свободе. А ведь на Украине, есть даже памятник, Беклербеку Мамаю, и он стоит на главной площади, Киева. Ну и в конце, покажу еще один интересный факт, который касается внешнего вида, правителя территории, которая сейчас называется Украина. Вот так выглядит русский царь Алексей Романович. А вот так выглядит, король Речи Посполитой, Сигизмунд Третий. Он жил примерно в то же время. А вот король Богемии, Фредерик Пятый, который также жил почти в то же время. И наконец, знаменитый правитель Гетманщины, Богдан Хмельницкий. И он явно выделяется, из этой массы правителей, 17-го столетия. А теперь немного изменим правила. Начнем с того же Богдана Хмельницкого. А рядом с ним поставим правителя, Османской империи. Это Селим Первый, Евуз Грозный. А вот к этой кампании присоединяется Шах Персии, Аббас Первый. Это современный Иран. А вот еще один правитель Османов Сулейман Второй. Не стану ничего комментировать, но факт сам по себе, интересный. Впрочем, если кто-то скажет, что тут что-то вырвано из контекста. Для этого, вы сами можете взглянуть, на всех правителей, Османской империи, или правителей, восточных, тюркских стран, того времени. Поскольку, все это есть, в интернете. А у меня на этом все. Всем пока.